Господа, кругом обман. Вы, может, скажете, о, ты не разрезал. И вы будете правы. Что, я думаю, будет выгоднее? А всё, уже нужно было раньше. Как говорится, бекон и бекон, чего бубнить? Всем фуд-привет! Меня зовут Макс Брандт, и вновь точные, как швейцарские часы, выпуски на Брандт Лайв. Два часа дня, среда, по расписанию, обзор доставки. И сегодня, как вы могли прочитать в названии, новинки фастфуда. Практически летний, то есть через четыре дня, лета, друзья мои, на самом деле, это вообще незаметно, но это так по календарю. Уже второй раз подряд новинки фастфуда идут мимо KFC, потому что эта сеть нам ничего нового, даже маломальски нового, ничего не сделала. Макдоналдс молодцы, то есть два раза подряд они что-то пытаются выдумать. Бургер Кинг с Шашландосом были молодцами, я, к сожалению, не успел снять, но у Никиты Петеря вышел такой ролик. Бургер Кинге тоже вышла новая старая, мне кажется, они смотрели на Макдоналдс в этом плане. И если что-то успешное можно взять, я думаю, что это сделать не грех. В общем, обещали 25-35 минут, заказал, ждем. Господа, кругом обман. Обещали за 25-35 минут, привезли за 24. То есть на минуту даже здесь обманули, друзья, вот как так. Так, приехало все горяченькое, я прям так чувствую. Четыре стороновых бургера, огромные, дорогущие. Почти полторы тысячи заказ четырех бургеров из Бургер Кинга. Салфеток, ну, штук, наверное, 8-9-10, хотя я для одной персоны заказывал, и это очень-очень хорошо. И давайте разбираться, что здесь за бургеры, потому что они не в коробочках, а типа подписаны на бумажках. В общем, четыре бургера, полторы тысячи, разбираемся. А чека, кстати, в доставке не было. Мне кажется, это неправильно. Не прям, чтобы я совсем не знал, что я заказал, но, как бы, чек это документ, который я хотел бы получать после того, как мне доставили. Давайте начнем с самого дешевого бургера, и это двойной Биг Кинг за 279 рублей. Методом исключения мы поняли, что двойной Биг Кинг это D просто муковка. В общем, смотрите, 279 рублей, здесь 4 котлеты, 3 булки, много салата, сыр, сырный соус, огурчики. В общем, полный, так сказать, фарш. По цене Бургер Кинг никогда не был сверх дешевым. То есть, если мы сравниваем подобные блюда и подобные наборы в трех заведениях, KFC, BK и McDonald's, то Бургер Кинги чаще всего дороже. Поэтому для них большой такой здоровенный бургер за меньше, чем 300 рублей, ну, это адекватная цена. Я сейчас понял две вещи. Как давно я не ел в Бургер Кинге, и зря, что я не заказал напиток, потому что плотная масса, рожевываемая во рту, стоящая из котлеты прям большого количества, и булки тоже, ну, обычной плотной, она, конечно, заставляет хотеть утолить жажду. По вкусу ничего сказать вообще не могу. То есть, обычный Бургер Кингерский большой бургер. Не убавить, не убавить, только размер, и если вы всегда хотите есть больше, чем стандартная порция, мне кажется, это ваш френд. А сегодня мы разберемся, какой из этих четырех новиночных бургеров самый оптимальный и самый лучший. Четыре котлеты и три булки не могут быть невкусными, я так могу сказать. Повышаем ставки, и это двойной Биг Кинг гриль за 309 рублей. Здесь уже видим другой соус, опять же, он растекся по бумажке, надеюсь, что не заляпаю ничего здесь. Слушайте, интересный такой перечный соус. Конечно, то, что он течет, не очень хорошо, но с другой стороны, ну, друзья мои, фастфуд, он не для тех, кто ест с салфеточкой в горловине одежды или на коленочке. В общем, это простая еда для тех, кто просто хочет поесть без изыска. Так, здесь мы видим тоже, ох, слушайте, а здесь мы видим, помимо четырех котлет, видим огромное количество соуса, намного больше, чем в предыдущем было сырного. Еще и помидорка, еще и два куска такого тоже плотного сыра, как раз, что я подложил под салфетки. Вкус поинтереснее, и эти 30 рублей, они как раз-таки окупаются с лихвой за счет помидора и за счет обильного количества соуса. Если предыдущим было довольно ровно и как бы был прямой гладкий вкус, здесь получаются такие параболы от соуса. И, конечно, помидорка даже в единичном количестве, она дает свой шарм, свою свежесть и свой какой-то определенный, нужный в бургере вкус. Пока что этот бургер выигрывает у предыдущего. То есть 30 рублей не такая большая сумма, если мы считаем общую цену бургера. То есть 10% мы переплачиваем, но при этом мы получаем намного больше, чем эти 30 рублей. Это, по сути, такой же бургер, только другой. Бургер номер 3 на сегодня. Двойной бикинг сыр-бекон за 349 рублей. То есть тут мы еще дороже платим, и конкретно здесь 40 рублей, видимо, за бекон. Бекона много, скрывать не буду. Все остальное реально похоже, только сыра как-то ощущается меньше. То есть вроде те же самые куски есть по количеству, но там они были явно в предыдущем. Здесь они то ли подрастали больше, то ли с сырным соусом смешались. Да, и здесь нет такого объема, потому что нет такого количества соуса, как в предыдущем. То есть соус дает объем, яркость вкуса и понимание того, что в том случае можно было 30-ку переплатить. Здесь плюс еще 40 или в сравнении с первым плюс 70, я вот уже не уверен, потому что 349 рублей за бургер, это уже ощутимая цена. То есть 279, 309, это как бы вполне можно. За большой, к которому только, может быть, вы напиток купите, потому что вы наедитесь. Здесь уже, мне кажется, что переплачиваем за бекон, но проверим на практике. Соус реально решает. После укуса первого бургера я сразу хотел пить. Во втором бургере я вообще об этом даже не вспомнил, потому что мне было свежо за счет помидорки, за счет соуса. Здесь опять пришла жажда, потому что очень все плотное такое, во рту получается кашеобразное, то есть смесь булка, много котлет, все вот это вот комом идет, и хочется чем-то запить. Не самое плохое чувство, но я не почувствовал здесь бекон, хотя укус у меня был большой и достал до этого ингредиента. Как говорится, бекон и бекон, что бубнить-то? Он здесь есть, но так как он не хрустящий, а размягший, то он совершенно никак не влияет на вкус. То есть что есть он, что нет, а 70 рублей вы не доположь. Поэтому я считаю, что если вы очень любите бекон и готовы его отдельно есть, чтобы распробовать вкус, может быть ваш вариант. Но пока что не советую переплачивать 40 и, соответственно, 70 рублей в сравнении с предыдущим бургером. То есть это так же вкусно, так же нормально, но при соотношении цена-вкус это, конечно, проигрывает. И последний, самый дорогой бургер на сегодня, двойной вопер гриль XXL. То есть это, по сути, обычный беккин гриль за 309, но, видимо, XXL, слушайте, он уже такой распластный. Здесь две котлеты, но они просто огроменные. И смотрите, как это аппетитно. Ну, по крайней мере, мне. Вы, может, скажете, ты не разрезал. И вы будете правы. Два куска помидора, что уже хорошо. Очень много соуса, как было вот во втором бургере, как раз в маленьком беккин гриле. И две огромные котлеты вместо четырех. То есть вот они, сухонькие внутри. Но и 369 рублей. То есть тут уже основательно-основательно. Какой же, друзья мои, это мощный и сочный кайф. С одной стороны кайф, с другой стороны 60 рублей. Это цена маленького бургера в маке. То есть можно взять маленький беккин гриль и еще доп-бургер. Что, я думаю, будет выгоднее. Не скажу, что прям вкуснее, потому что этот, ну, прям максимально вкусный или вкусовой, насколько это возможно в Бургер Кинге. То есть здесь все на хорошем уровне и отличный баланс. Огромные котлеты вкусные. Они с ароматом и вкусом гриля. То есть как у них и заведено. Помидорки две прям вообще супер. Очень много соуса. Тоже классно. Это не хочется сразу запивать. И, в принципе, даже можно без особых проблем, без напитка это все стрямкать. Но, опять же, цена. То есть готовы ли вы платить за один бургер в фастфуде 369 рублей или нет? Это вопрос уже к вам. Я понял, что это мне нравится. Это вкусно. Но мне кажется, я бы в обычной жизни выбрал все-таки Биг Кинг Гриль. Из этих четырех и из этих двух, соответственно. Тоже круто, да, но лишние 60 рублей платить не хочется, если примерно то же самое вы получаете, заплатив меньше. Но дело ваше, я вам сказал, максимально разностороннее и объективное мнение. Насколько оно может быть? А решать уже вам. Вкусненько, хорошо. У нас еще новинки из Макдональдса. В целом ситуация с Макдональдс очень странная. То есть там есть около шести новинок. То есть это и Макфлури, и напитки, и донат. Они есть в приложении, то есть как новинки, но их нельзя заказать. Если мы нажимаем на доставку, то в доставке идут только два ингредиента. Это донат и это Макфлури. Собственно, я не хочу идти, как Никита Петряев, допустим, куда-то прям непосредственно в ресторан. Поэтому то, что есть в доставке, то я и обозреваю. Салфеток очень мало. Две штуки. В сравнении с Бургер Кингом вообще ничего. Чек прикреплен сюда. Да, и у нас понятно, что приехало. Макфлури в таком удобном полуконтейнере. Он, естественно, такой холодный. И прям сверхприятный запах ананаса. Да, друзья мои, ананас здесь просто вышка. И вот такой вот холодный получается у нас донат с ванилью. Десерт награда за еду. И этот донат с ванилью стоит 89 рублей. То есть, наверху такая ванильно-шоколадная глазурь. Он хрустит, потому что он только что был заморожен. В целом, неплохо. С чайком вообще замечательный. С каким-нибудь горячим какао. Внутри еще ванильный крем. Вам, может быть, видно, потому что он на фоне белой булки теряется. Но он там есть и в нормальном количестве. По сути, про него много чего не скажешь. Сладко, холодно. Чуть-чуть бы его оставить, минуты, наверное, на 10-15 в обычной комнате, чтобы температуры сравнялись. Но стандартный донат, кое-как в Макдональдс выходило там и с шоколадом, и с клубникой. В общем, куча-куча-куча входило. Просто чуть новый вкус. Качество есть вкус. Приятный хруст тоже на месте. В общем, если любите пончики, любите сладкое, любите в Макдональдс десерты, то ваш вариант вообще без опроса. А вот Макфлуре стоимостью 105 рублей – это что-то новенькое, потому что здесь вкус у нас ананас. Это, так сказать, три мушкетера Макдональдса. Ну и... Всё тоже по стандарту, кроме наполнения. Запах вот прям свежайшего ананаса, сочнейшего, сладчайшего в сиропе. То есть вы открываете банку консервированных ананасов в колечках, и, собственно, вот такой имеете в носу. Аромат. Цена 105 рублей для Макфлуре адекватная, но я заказал в Деливери, а там 149 рублей доставка, если, по-моему, 450 или там 399 рублей вы не добираете. Я не добрал, поэтому 149 рублей стоимость еще доставки. То есть дороже, чем каждый из этих блюд. И, кстати, Деливери Клаб тоже сегодня меня обманул. Обещали по дефолту 45 минут, привезли за 25. Друзья мои, давайте уж вы будете сдерживать обещанное слово. Если что, и в первый раз был сарказм, и сейчас, поэтому, ну, чем раньше, тем не хуже. Давайте пробовать. Холодное мороженое с настоящими кусочками настоящего ананаса. Почему я так удивляюсь? Потому что мог быть просто вот ананасовый сироп и, по сути, то есть ароматизатор. А здесь настоящий фрукт. В запахе как-то больше, чем во вкусе. То есть здесь довольно много кусочков, но так как намного больше по объему соломороженого, то недостаточная фруктовизна этого десерта. Хотя, чего я ждал за 105 рублей, тоже можно сказать, и быть правым. Приятная летняя новинечка. Вот на этой неделе уже должно быть прямо жарко в Москве, и можно смело это брать, сесть на балкончике под пение птиц и солнечные лучи. Это все потреблять. Запах до сих пор бомбический. По вкусу даже в мороженом есть ананасовость. И я думаю, что все-таки она плюс ко всему каким-то сиропом добавлена. Этот десерт может порадовать вашу вторую половину, даже если она его не пробует. Не пробует сейчас, попробует вечером. Но в целом, конечно, я подрастроен, потому что было заявлено, что там и напитки есть, и десерты. Но если вы в доставке их не везете, либо не объявляйтесь так активно, либо уж везите. Потому что многие на самоизоляции и не так часто выходят из дома, а еще реже доходят до ресторана Макдональдса, чтобы это все дело забрать. Поэтому жалко, что я не попробовал, потому что новинка крута, когда ее можно взять в любом виде. В доставке или так просто в ресторане. Но когда вы маните, а потом, а все, уже нужно было раньше. Ну, тут как бы на этом наши полномочия и все. Что скажем по итогу? И Макдональдс, и Брогерник молодцы. То есть они даже в это время делают новинки, но при этом не такие прям явные, и не такие кардинальные, которые могли быть в обычное время. То есть вроде как есть инфоповод, что типа вот у нас новый вкус или новая форма. Но по факту это плюс-минус то же самое, что и было, только чуть-чуть изменено. Ну там на 10%, 30%. Лучше всех, Макс Брандт. До новых встреч, а именно до субботы, потому что у меня уже кое-что приготовлено для вас. Так что ждите. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова